мы ездили покупали густаву рабочую обувь для работы на объекте купили через маркет плаце и по дороге туда и обратно немножко я решила поснимать чтобы показать как же мы все-таки живем все эти дни в мардельплате на карантине на улицах все по-разному кто-то ходит в маске кто-то без маски вот мы обгоняем велосипедиста который в маске и даже на велосипеде увидел что я снимаю на камеру еще раз посмотрел конечно у нас ездят такси много машин есть кто работает строители работают кто-то в маске кто-то без маски все по-разному вот видно в магазине стоят люди тоже в масках то есть без маски в магазин не войдешь конечно все очереди в основном на улице погода позволяет две недели у нас шел почти постоянно дождь небольшими прояснениями сегодня хорошая солнечная погодка вот тут видно что раскрашивают стены но вообще все стены мокрые потому как две недели шел дождь каждый вечер мы смотрим по телевизору сколько же сегодня было случаев заболеваний коронавируса сколько умерла сколько выздоровела мы сейчас мордель плати находимся на четвертой фазе Буэнос-Айрес опять вернулся к первой фазе и конечно это все непросто сегодня у нас солнечный день я иду в магазин и решила немножко поснимать на камеру рассказать за карантин потому как некоторые спрашивали и просили очень снять видео о карантине как у нас проходит карантин ну что можно сказать за этот карантин пока я иду в магазин показываю вам также наши зимние пейзажи в мордель платье что можно сказать за карантин на улице кто как ходит кто в масках кто без масок я хожу я хожу вот на улице без маски сейчас в очках потому что солнце у нас на улице хожу без маски есть такие которые ходят и в масках и по улице есть даже на велосипеде которые в масках есть которые на велосипеде без масок ездят есть которые в машине тоже в масках пути по-разному но в магазин вот допустим вот я сейчас иду вот в овощное хочу купить морковки там может быть мандарин сюда и зайти ты не можешь то есть тебе на выходе ты заказываешь и тебе на выходе дают овощи и фрукты есть где на входе тебе дают алкоголь гель вот да когда покупают одевают маску не очень удобно но шо поделаешь начали поделать ну вообще хочу сказать что не так все плохо у нас четвертая фаза карантина то есть можно выходить можно гулять и возле моря и везде и уже даже открыли ну конечно до рестораны там кафе пиво можно попить то есть посидеть конечно с расстоянием расстояние между столиками все остальное в общем то уже почти все открыто кошку несут дата не так все плохо у нас хочу сказать что у нас четвертая фаза единственное что массовые какие-то мероприятия закрыты а тогда вот так конечно очень много скажем так свобод по сравнению с буэнос-айресом в котором опять вернулись на первую фазу и люди конечно протестуют есть очень много по разным городам там где опять вернулись в предыдущую фазу или вернулись вообще в первую фазу с третьей с четвертой то конечно много и многие люди протестуют непростая ситуация с одной стороны конечно не хочется болеть то что тут каждый решает самостоятельно и я просто показываю какая у нас действительность действительность у всех по-разному кто-то возмущается кто-то говорит что хорошо карантин вот ребята один работает без маски второй второй в маски кто как на улице даже вот на улице женщина идет в маске видно все по-разному ну и тут еще плюс ко всему почему сложно правительство правительство почему сложно выпустили из тюрем много заключенных которые вроде бы как у них там незначительная статья для того чтобы они не заразились коронавирусом и потому как они тоже протестовали боялись заразиться но теперь участились случаи воровства грабежа и всяких таких неприятных моментов и даже двое пенсионеров застрелили это два разных случая застрелили воров то есть участились случаи конечно грабежей и это неприятно надеемся на лучшее в мордель платье случаев немного там 23 32 такое что-то но опять же в основном это в легкой форме болеют из умирающих это в основном люди которым уже там за 90 за 80 лет за 70 лет ну вот вчера например умерла женщина 68 лет гериатрики то есть очень много пенсионеров находится гериатрических пансионатах хотя с одной стороны вроде бы как дети любят родителей но при этом очень много частных этих гериатрических пансионатов и очень часто пенсионеры находятся именно так ну не все конечно но очень много намного больше я считаю чем славянских странах одна и вторая дадут в масках вот еще одна женщина идет в маске почему тоже эти случаи заболеваний ну на мой взгляд вот медсестры которые работают и в гериатрическом пансионате и в больнице работают и и если она заболевает то заражает и других то есть получается если в семье кто-то один заболел то соответственно 2 2 заражается если это медсестра которая работает в гериатрике в больнице то вполне вероятно что она перенес и будет переносчиком между гериатрикой и больницей и вот тоже есть случаи это в рыборазделочных предприятиях тоже работали без масок и вот там несколько человек заразилась и вот показываю люди уже привыкли мы стоять в очереди вот люди стоят в очереди в масках с дистанцией в плане работы конечно в основном все в интернет перешли многие в маркет-плассы вот я тоже стараюсь что-то продать через маркет-плассы если нам тоже что-то нужно купить тоже смотрим через маркет-плассы через какие-то группы продажи очень многие перешли на интернет-продажи деливери доставка пиди до сша между городами вот сложно передвигаться потому как в основном города закрыты для передвижения только лишь если у тебя есть разрешение то в специальном приложении в телефоне делаешь себе разрешение и только с этим разрешением можно между городами ездить в автобусе люди ездят ну как-то живем не все так плохо получили тоже ифы это помощь на семью подалось примерно 6 миллионов человек не всем дали кому-то дали кому-то не дали тоже не все так просто с этой ифы примерно в доллах доллар у нас официальный 70-75 а неофициальный черный где-то 140 то есть два раза больше и если вот по курсу черного доллара то это примерно помощь составляет 72 доллара на семью небольшие деньги конечно но опять же если бы я жила в украине то в украине мне этой бы помощи не дали поэтому конечно может быть там в европе и большую помощь дают но я сравниваю с украиной и с украиной конечно здесь лучше и везде считаю что нужно находить положительные моменты и люди скупляются в хорошем расположении духа продавцы тоже в хорошем расположении духа обычно это нормальное явление в аргентине когда и покупатели и продавцы в хорошем расположении духа и в этом нет ничего необычного и так же хочу сказать что это обычное дело когда и покупатель говорит спасибо большое продавцу и продавец тоже покупателю говорит спасибо большое и и и и и и и конечно на улице ходить в маске и в очках это жесть потому как очки потеют не знаю как ходят люди в масках и в очках конечно но я на улице маски снимала свежий воздух и вот показываю людей в длинной юрке это у нас цыгане ходят вот люди ожидают своей очереди ну что сказать практически мы уже привыкли и к маскам и к расстоянию никто маты не пьет с одной колобасы как раньше не обнимаются ну может быть кто-то и обнимается но в основном основная масса что хочу сказать соблюдают конечно и дистанцию и насчет маты то есть перестроились аргентинцы я считаю что для них это большие изменения не знаю как там в Европе в Европе тоже обнимались целовались и вот хочу вам показать как наши улицы выглядят зимой в этом году зима у нас довольно таки прохладная даже в мордельплате ну ночью температура опускается до 1 градуса ну бывает в каких-то районах даже очень холодно пишут что заморозки ну бывает там не знаю я ни разу не видела может там где поближе к морю или там где в каких-то там районах ну и в этом году зима довольно прохладная не только здесь в южных провинциях конечно намного холоднее чем в мордельплате там и снега и заносы и даже я читала до минус 39 градусов ну а в мордельплате вот зеленая травка пальмочки не все так плохо в общем то можно жить и жизнь продолжается ну на этом буду заканчивать всем всего хорошего пока пока пока